Вчера к концу нашего учебного дня мы завершили тему пресупозиционной методологии, и я привел вам пример ее возможного практического использования. Ну а теперь давайте попробуем проанализировать пресупозиционизм в той форме, которой придерживался Вантиль, и не только ее. Мы также рассмотрим пресупозиционизм Фрэнсиса Шефера и других, более современных нам сторонников данного направления. Сначала мне хотелось бы обратиться к позитивным моментам. Их будет несколько. Во-первых, как мне кажется, важно отметить один из ключевых постулатов пресупозиционизма. Суть его в следующем. Вступая в диалог с неверующим человеком по поводу истинности христианства, мы должны помнить, что в своих рассуждениях эти люди исходят из определенных предположений, которые будут неизбежно направлять и определять их восприятие наших слов. Но то же самое справедливо и в отношении нас с вами. Исходные посылки есть у нас. Причем, так же, как и неверующие, мы вступаем в разговор без предварительных доказательств того, что наши исходные допущения верны. Об этом, на мой взгляд, важно помнить, во всяком случае, до определенной степени. Ибо порой, отстаивая свои убеждения посредством предпосылочного либо какого-то иного метода, христиане считают, что здорово аргументировали свою позицию. Только вот их оппонент как-то вяло на эту аргументацию реагирует. И тогда возникает вопрос, что мы с вами сделали не так? В чем наше упущение? Вполне возможно, что все вы сделали правильно, и к вашей аргументации претензий нет. Просто исходные предпосылки вашего собеседника не позволяют ему, в отличие от вас, оценить ваши доводы и доказательства как убедительные. Для вас они будут звучать гораздо убедительнее, чем для него. Поэтому не расстраивайтесь и не думайте, что у вас ничего не получается, или хуже того, что ваш оппонент глуповат. Дескать, я ему привел самые веские аргументы, преподнес их максимально просто, а до него все равно не доходит. Что с ним не так? Чаще всего дело отнюдь не в умственных способностях человека, а в том, что у него имеется ряд убеждений, и не просто убеждений, о ключевых, опорных элементах мировоззрения, достоверность которых ему никогда не приходилось обосновывать, даже если он и мог бы это сделать, но которые определенным образом влияют на его рассуждения, мировоззрение и оценку приводимых нами доводов. Поэтому, конечно же, тщательно продумайте свою аргументацию, постарайтесь представить ее максимально четко и внятно, и выберите аргументы, которые обладают наибольшей доказательной силой. Но только одновременно с этим не удивляйтесь, если ваш оппонент воспримет все это с гораздо меньшим энтузиазмом, чем это сделали бы вы. Помните, что он подходит к разговору с совершенно иных мировоззренческих позиций, которые строятся на определенных исходных допущениях, формирующих самую основу для его представлений о действительности. и, как правило, они весьма отличаются от христианских. Пробиться через эти установки, через эту сеть верований, а точнее, неверований, дело непростое. Вот почему крайне важно признать, что у каждого человека есть исходные предположения, крайне важно выявить их и отделить от озвучиваемого человеком понимание, разъяснение той или иной доктрины. В нашем вчерашнем примере разговора между неверующим и христианином неверующий, как вы помните, дал свое объяснение хождения Христа по воде. Оно было вполне натуралистическим, но возникло это объяснение не из ниоткуда. Когда верующий решил подвергнуть его проверке, его оппонент напрочь отверг мысль о том, что хождение по воде было чудом и изложил свое материалистическое понимание мира, параллельно заметив, что он полагается на наиболее вероятное объяснение того или иного события или явления. Вот здесь он и выложил свои исходные предпосылки. Так вот, их непременно следует учитывать, уметь выявлять свои собственные предпосылки и уметь отличать их от предлагаемых нами же трактовок событий и явлений. Кроме того, необходимо четко понимать, каких предположений и убеждений мы придерживаемся и отделять их от аргументов и свидетельств, приводимых в качестве обоснования данных убеждений. Таким образом, предположения или допущения полезно осознавать и не игнорировать. Второй позитивный вклад пресуппозиционного метода заключается в том, что он акцентирует роль и действия Святого Духа в апологетическом дискурсе. И мы это часто признаем. Проповедь Евангелия, безусловно, звучит, но вот в том, что касается непосредственного обращения человека ко Христу, мы полагаемся на обличающее действие Святого Духа без Него никак. И тем не менее, порой мы все же склонны рассуждать так. Да, в благовестии без Святого Духа не обойтись, но и без хороших аргументов тоже. Действительно, хорошие, веские аргументы необходимы, хотя бы в некотором количестве. И все же без помощи, без служения Святого Духа подвести человека к решению об обращении ко Христу вряд ли удастся. Только прошу вас, поймите меня правильно. Я отнюдь не утверждаю, что из всех апологетов христианства роль Святого Духа в процессе благовестия, в процессе защиты веры подчеркивают только лишь пресуппозиционисты. Нет, совершенно очевидно, что вне зависимости от применяемого метода христиане должны признавать, и многие признают, что человеческие усилия были бы тщетны, если бы они не сопровождались действием Святого Духа. Ведь именно Святой Дух использует наши слова и действия, чтобы касаться разума и сердец неверующих людей. Тем не менее, пресуппозиционисты, как мне кажется, более чем кто-либо напоминают нам о роли Святого Духа, что крайне важно. Что еще положительного мы черпаем из пресуппозиционизма? пресуппозиционизм он также напоминает нам об отрицательном воздействии греха на человеческий рассудок, причем это касается и неверующих, и верующих людей. По сути, здесь звучит следующая мысль, с которой, думаю, согласится большинство евангельских христиан. Да, мы понимаем, что грех губительно сказывается практически на всем и, безусловно, на природе человека, в совокупности всех ее составляющих. Но, признавая это, мы продолжаем думать, что неверующий человек все-таки сможет понять, оценить и, конечно же, согласиться с доводами, убедительными и достаточными, которые мы предъявляем в защиту христианства. Они ведь настолько рациональны, что не принять их просто невозможно. И вот мы выдаем свою аргументацию, представляем доказательства, но положительного отклика на них не наблюдаем. И, наверное, сразу же списываем это на свою недоработку. Либо обосновали недостаточно, либо доводы привели невеские, либо, если к доводам претензий нет, просто представили их не вполне хорошо и потому прозвучали неубедительно. Тут легко обвинить себя или обстоятельства, тогда как истинная причина такой реакции неверующего может крыться в том, что он застрял в своем неверии, что его образ мышления искажен влиянием греха. Так что, как бы логично вы не рассуждали, не забывайте, дьявол делает все возможное, чтобы убедить этого человека, либо в том, что ваши слова ложь, либо в том, что все это серьезного значения не имеет. Особенно важно, на мой взгляд, также помнить библейские истины, подобные той, что записаны во 2 Коринфянам 4, стихах 3 и 4. Их содержание перекликается с содержанием других библейских текстов. И основная мысль такова, когда мы пытаемся заронить в разум и сердце неверующего семя какой-либо Божьей истины, дьявол, безусловно, пытается всячески сделать так, чтобы наши усилия значимого плода не принесли. Во 2 Коринфянам 4 Павел отмечает, что особенно дьявол старается воспрепятствовать благой вести о Христе, ибо понимает, если неверующий на нее откликнется, то, скорее всего, уверует во Христа, а это прямо противоречит замыслом дьявола. Вот почему, как говорит Павел в упомянутом фрагменте Писания, помимо своих привычных приемов сбить человека с толку, внушить ему разного рода сомнения в отношении духовных истин и так далее, он прилагает максимум усилий, чтобы человек неверующий просто не услышал Евангелие. чтобы оно до него не дошло, чтобы он им не проникся. Отсюда особое рвение в том, чтобы всячески этому помешать. И вот тут неважно, каким методом аргументации вы пользуетесь, преспозиционным или каким-то иным, происки сатаны известны всем верующим. только подчас мы, как мне кажется, об этом забываем и смещаем акцент на выстраивании аргументов, так, чтобы они прозвучали наиболее убедительно. А, выполнив эту задачу, вдруг почему-то начинаем считать себя непобедимыми. неверующего не соответствуют нашим ожиданиям, мы недоумеваем. Вот поэтому важно помнить, что душевный человек ослеплен грехом, который заставляет его отторгать истину, мешает должным образом услышать и понять то, что мы пытаемся ему сказать, а также пленяет волю, не давая покориться истине, которую мы возвещаем. Повторю, уверен, данный факт никто из евангельских христиан отрицать не станет, и здорово, что пресупозиционизм о нем напоминает. ТВ-семинари благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv-семинари.com Ну, еще один последний позитивный вклад пресупозиционизма это собственно сама стратегия. Взятая в чистом виде отдельно от богословского обоснования, когда сам метод рассматривается вне объяснения, почему применять необходимо только его. Объяснение это, напомню, зиждется на ряде богословских истин, о которых мы говорили на прошлом занятии. Итак, если брать данный метод аргументации в чистом виде, то мы обнаружим, что он весьма и весьма практичен. сейчас поясню, почему я так считаю. По сути, пресупозиционизм призывает нас вот к чему. когда в ходе разговора неверующий человек излагает нам свои убеждения и взгляды, мы должны постараться увидеть их взаимное противоречие. Дело непростое, скажете вы. С одной стороны, надо выслушать человека, чтобы вникнуть в общий смысл сказанного, а с другой параллельно анализировать все это на предмет наличия внутренних противоречий. Трудная задача. Это действительно необходимо? Спросите вы. На это я мог бы ответить только так. Вантиль, Шефер и другие пресупозиционисты предлагают ровно то же, что и другие философы, когда речь идет об анализе любого мировоззрения, любого взгляда и любой интеллектуальной идеи. При необходимости оценить какую-то концепцию, будь то чье-то мировосприятие или отличное от его собственной философской теории, философ будет проверять ее, повторю, некую новую для нее концепцию, идею, точку зрения, на соответствие трем основным критериям. и первое из них это внутренняя последовательность. Не обнаруживает ли данная концепция внутренних противоречий? Почему начинать надо именно с этого? Потому что наличие внутренних противоречий верный признак того, что теория несостоятельна. Почему так? Потому что язык является отражением объективной действительности, причем не в обобщенном смысле. Обыденный язык сообщает нам представление о мире, то есть отображает то, что мы вокруг себя наблюдаем. Как мы уже неоднократно отмечали в ходе курса, в мире взаимно противоречивых положений вещей нет. Соответственно, и в описывающем его языке их быть не должно. Итак, на это философ будет обращать внимание в первую очередь, и если внутреннее противоречие он выявит смысла в дальнейшем, анализе уже не будет. предположим, философ рассматривает какую-то систему взглядов, проверяет ее на предмет логической последовательности и приходит к выводу, что никаких противоречий в ней нет. Что он будет делать дальше? А дальше он попытается проверить вот что. Подтверждаются ли эти взгляды фактическим материалом? На этом этапе философу придется привлечь опыт чувственного восприятия в зависимости от того, с чем он имеет дело. Или если к опыту чувственного восприятия дело отношения не имеет, ему, возможно, придется руководствоваться категориями рациональности и логики? Есть ли в рассматриваемой системе какие-либо логические ошибки? Вытекает ли следствие из посылки и тому подобное? Итак, первый критерий внутренняя согласованность, внутренняя последовательность, второй соответствие действительному фактическому положению дел. Если оба они удовлетворяются, требуется проверка и еще по одному пункту. Не знаю, всегда ли он актуален для философов, и тем не менее, это практическая применимость. Если система взглядов является согласованной и соответствует объективной реальности, это еще не значит, что ею можно успешно руководствоваться на практике. Поэтому, когда Вантиль и другие пресуппозиционисты призывают нас исследовать взгляды неверующего человека на предмет их последовательности, для философии и апологетики это отнюдь не новый подход. Философии так принято. Если противоречия обнаруживаются, на них нужно указать, а систему взглядов пересмотреть, от каких-то из них возможно отказаться. Итак, я полагаю, что когда верующие приступают к защите христианства, христианства в целом или какой-то из его доктрин, они чаще всего начинают искать весь возможный фактический материал, подтверждающий их позицию, свидетельствующий о том, что она верна. В таком подходе, безусловно, нет ничего предосудительного. Однако пресуппозиционисты предлагают вот что. Выстраивая аргументацию в защиту христианства, не исключайте возможности того, что в системе взглядов вашего неверующего собеседника могут наличествовать взаимные противоречия, и если это так, то это серьезный признак того, что эта система несостоятельна. вот такие замечания пресуппозиционистов я считаю весьма конструктивными. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. ПЕРЕДСТВЕННАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok